Кто больше всего страдает в этом мире, хорошие или плохие люди? Хорошие люди всегда страдают больше. Задумайтесь. Люди, которые считают себя хорошими, страдают просто так. Начнём с того, как вы становитесь хорошими. Он плохой, она плохая, он плохой, он плохой, она плохая. По сравнению со всеми ними, я хороший человек. Откуда у вас появилось представление о том, что вы хороший человек? Вы сравнили себя с другими людьми, повесили на всех ярлык плохой человек, и теперь вы чувствуете себя хорошими. В уме человека, который считает себя очень хорошим, все в мире стали плохими. Чем более хорошим человеком вы себя считаете, тем больше людей вы считаете плохими. Никто не хочет находиться рядом с теми, кто считает себя очень хорошими, ведь они настолько хорошие, что в них нет места для жизни. Вы хорошие только по сравнению с кем-то другим. Если все эти люди полны негодяи, тогда я по-настоящему хороший человек. Хорошим людям ничего не светит ни в этом мире, ни в загробном. Ваша добродетельность не освободит вас. Ваша добродетельность существует только в сравнении с другими людьми. Ваша добродетельность в сравнении с кем-то — это уже не добродетель. Это болезнь. Это все равно, что люди счастливы, но они не знают, что такое радость. Они счастливы только потому, что у них есть что-то, чего нет у других. Скажем, все вы очень голодны, но мой желудок полон. И я очень счастлив, что ни у кого нет еды, но, по крайней мере, у меня есть еда. Это счастье или болезнь? Человечество страдает от этой болезни, которую большинство людей считает счастьем. Сейчас во всем мире считается, что духовность предназначена для тех, кому за 72. здесь всего несколько кандидатов. Причина этого — в безжизненной природе того, чем является духовность в современном обществе. В то же время это показывает, насколько человечество запуталось в этих аспектах. Когда мы говорим о духовности, мы подразумеваем, что она предназначена для пожилых людей, у которых нет возможности жить какими-либо другими аспектами жизни. Если вы не можете нормально есть, нормально жить, если у вас начала трястись голова, тогда идите к гуру, посидите с ним поговорить о чем-нибудь духовном. Когда мы говорим, что кто-то одухотворен, мы имеем в виду, что он полон жизни. Если быть одухотворенным значит быть полным жизни, то быть духовным должно означать, что жизнь бьет через край. Но, к сожалению, такое впечатление сложилось из-за того, что понятия духовности распространяли, представляли и неверно использовали в самых разных формах. Любой, кто не способен к жизни, обычно получает ярлык духовного человека. Если вы не можете переваривать пищу, которую едите, тогда не ешьте. Если вы не ели три дня, то вы духовны. Вообще-то, если вы плохо едите, плохо одеваетесь и плохо живете, люди думают, что вы духовны. Таково общее понимание. Мы должны отказаться от слова «духовность». Вам нужно выкинуть из головы мысль «я нахожусь на духовном пути». Нет такого человека, который не был бы заинтересован в жизни. Не так ли? Если это не работает для него прямо сейчас, он говорит, что ему неинтересно. Но если это начинает немного работать, ему сразу становится интересно. Не так ли? Да? Сегодня дела идут плохо, поэтому он говорит, что ему скучно. Завтра, если вы подадите ему слабую надежду, что все может наладиться, то он неожиданно начнет проявлять интерес к жизни. В любом случае, жизнь важна для вас. Лучше отдаться ей полностью. Лучше быть вовлеченным в нее полностью, иначе жизнь будет мучить вас. Вы должны быть либо на 100% живы, либо мертвы. Промежуточное состояние мучительно. Вы препарировали лягушек и тараканов в лаборатории. Препарировали? Кто этим занимался? Промежуточное состояние мучительно. Не правда ли? Одна часть работает, другая не работает. Это всегда мучительно. Не нужно ждать, когда жизнь станет мучительной, а затем пытаться стать полностью живыми. Духовный процесс означает, что вы живы во всех измерениях, а не только в физическом. Все в вас абсолютно наполнено жизнью. Если этого не произойдет, так или иначе жизнь превратится в пытку. Не обязательно, чтобы что-то шло не так. Вообще-то, если все идет правильно, это становится гораздо более мучительным, чем когда что-то не так. Потому что, если что-то не так, вы будете бороться, чтобы исправить это. И это будет занимать вас. Если в вашей жизни все совершенно правильно, то вы станете еще более больными, чем если бы что-то было не так. Не так ли? Когда все правильно, люди гораздо больше болеют и страдают. Когда что-то не так, вы воспринимаете это как вызов и стремитесь это исправить. Большинство людей не смогут оставаться психически здоровыми, если вы наведете в их жизни идеальный порядок. Вы решите все их проблемы, 60-70% населения станут психологически больными. Сейчас они здоровы, потому что они за что-то сражаются. Они заняты, у них есть какое-то дело. Вы теряете интерес к жизни только когда у вас мало энергии, когда вы подавлены. Вы говорите «хватит, ничего не нужно». Но если появляется небольшой всплеск энергии внутри вас, жизнь снова начинает играть красками. Когда вы живы только наполовину и пытаетесь исправить это с помощью внешней поддержки, жизнь будет такой. Если сегодня снаружи что-то рухнет, вы захотите умереть. Это оставаться наполовину живым очень трудно и мучительно. Для многих людей только физическое тело живо, только часть их ума жива. Так живет большинство людей. Быть духовным означает, что все в вас абсолютно живо. В самом деле нет выбора, быть живым или быть мертвым, быть или не быть. Люди считают это очень умным вопросом. Но для меня нет вопроса глубее. Такие вопросы возникают только у того, кто не вкусил жизни, кто только рассуждает о ней. Если вы живете в полную силу, вопрос быть или не быть никогда не возникнет. Потому что, что бы ни случилось, вы будете. Духовный процесс не для мертвых или умирающих. Он для тех, кто жив и кто хочет стать полностью живым, абсолютно живым. Быть живым во всех измерениях того, кто вы есть. Без этого жизнь будет мучить вас во многих отношениях. И не имеет значения, что вы измените. Не имеет значения, приводите ли в порядок свои финансы, есть ли у вас прочные отношения с людьми вокруг. В любом случае, прочные отношения — всегда пытка. Что бы вы ни подправили в своей жизни, она все равно будет мучить вас, потому что вы живы наполовину. Мы должны убрать из обихода мысль о том, что духовность предназначена для умирающих. Она — для живых. Если мы не сохраним это чувство свободы в том, как мы думаем и чувствуем, выражаем себя и относимся ко всему, что желаем, духовного процесса не будет. У людей не будет пространства, чтобы исследовать свое сознание. Вам придется просто следовать книжным стандартам. Вы должны четко понять, в какой мере ваша жизнь определяется внешними событиями, а в какой мере вашей психологической структурой. Вы должны провести четкую грань. Сейчас мы сидим здесь, что происходит вокруг, а что я создаю внутри себя. Если провести четкую границу между тем, что происходит в вашем уме, и тем, что происходит вокруг, это будут две разные вещи, не так ли? Есть происходящее вокруг и есть ваша реакция на это, но вы думаете, что это одно и то же. Например, кто-то назовет вас дураком. Допустим, я. То, что происходит внутри вас, в ваших рук дело. Слово «дурак» исходит от меня. Но все то, что происходит внутри вас, это ваше, не так ли? Да или нет? Потому что слово «дурак» не приносит никакого вреда, это не пуля. Все зависит только от того, как вы отвечаете или реагируете. Вы должны провести эту черту в своей жизни. Что мое, что делаю я и что мир делает со мной. Тогда вы увидите, что мир едва ли тревожит вас. Он вообще очень редко вами интересуется. Большинство ситуаций — в ваших рук дело. Но вы думаете, что все происходит с вами извне. Да или нет? Если провести границу, то видно, что по сравнению с моим вкладом в эту свалку, которой я являюсь, вклад мира очень мал. Поверьте мне, очень мал. Все остальное вы создаете сами. Если вы позаботитесь обо всем, что создаете сами, ваша жизнь преобразится на 98%. Все очень просто. Но люди не проводят эту границу. Они мечутся туда-сюда. Стоит произойти любой мелочи, и внутри вас она отзовется миллионом откликов, не так ли? Химический суп вашего тела реагирует на каждую мелочь. Тело отвечает на каждую мысль, идею, эмоцию, реверберацию, которую вы создаете. Будет ли это замечательный или паршивый суп? Зависит от того, как много внимания вы уделите его приготовлению. Не так ли? Понимая, что это ваше хрук дело, вы позаботитесь о том, чтобы сделать все таким, как вы хотите. Если вы не понимаете, что суп варите вы, тогда то, что у вас внутри, будет происходить бесконтрольно, по воле случая. Самое важное в вашей жизни — стать доступными для благости. Если этого нет, то это трудная задача, непосильная задача. Если вас сопровождает благость, вы парите без усилий, радостно. Если вы пытаетесь идти пешком, это очень мучительное путешествие. Так что у вас есть выбор. Вы можете проживать свою жизнь либо с готовностью и по своему желанию, либо без желания. Если вы делаете это с желанием, жизнь становится любовным романом. Если вы делаете это без желания, она становится изнасилованием. Если вы делаете это с желанием, это становится раем. Если вы делаете это без желания, это становится адом. Садгуру, когда я выполняю волонтерскую работу на программе внутренняя инженерия, мой уровень энергии очень высок. Когда я точно так же мою посуду дома, я не чувствую подобный уровень энергии. Потому что здесь вы делаете это в качестве подношения. Это прекрасно. Дома вы делаете это как рутинную работу. Это некрасиво. Работа одна и та же, разница лишь в вас. Не так ли? Та же посуда, та же работа, просто вы можете сделать ее либо неприятной, либо радостной. Так что даже то, что вы делаете дома и в офисе, почему бы вам не делать это как подношение? Что вам мешает? Это прекрасно сработает. Это будет прекрасно работать. Не только потому, что ваше мышление изменилось. Прежде всего, вы станете восприимчивыми к благости. Это самое важное. Самое важное в вашей жизни — стать доступными для благости. Если этого нет, то это трудная задача. Это непосильная задача. Я не скажу, что это невозможно, но это невероятно мучительно. Если вас сопровождает благость, вы парите без усилий, радостно. Если вы пытаетесь идти пешком, это очень мучительное путешествие. Какой смысл в том, чтобы кто-то делал процесс жизни неприятным для себя. Мы не знаем, какие свершения ждут вас в жизни. Собираетесь ли вы подняться на Эверест или нет? Важно одно. Вы заслуживаете, чтобы процесс жизни был для вас приятным. Вот что должно с вами случиться. Это то, чего заслуживает каждый человек. Все остальное в соответствии с возможностями человека. Вот единственное, чего заслуживает каждый — превратить жизненный опыт в приятный процесс. По крайней мере, это должно произойти. Не так ли? О других вещах мы не знаем. Они могут произойти, могут не произойти. Потому что они зависят от различных обстоятельств. Не только от вас. Такие ситуации зависят не только от вас. Не так ли? На них влияет много всего. Но вот то единственное, что вы можете сделать. Если произойдет одно это — жизнь будет прекрасна. Каждый из нас будет делать все, что в его силах, в соответствии с нашими возможностями. Вот и все, что есть в жизни. Вы должны быть волонтером. Всегда. Быть волонтером означает, что вы живете с открытостью и готовностью. Вот и все, что это значит. Если сейчас я говорю «я волонтер», это значит «я делаю все с готовностью». Так что у вас есть выбор. Вы можете проживать свою жизнь либо с готовностью и по своему желанию, либо без желания. Если вы делаете это с желанием, жизнь становится любовным романом. Если вы делаете это без желания, она становится изнасилованием. Если вы делаете это с желанием, это становится раем. Если вы делаете это без желания, это становится адом. Так что быть волонтером не значит мыть посуду, не значит резать овощи, делать то или это. Учиться, быть волонтером во всех ситуациях. Проживать каждый момент своей жизни с желанием. Потому что, как только возникает нежелание, то даже если с вами происходит самое прекрасное, у вас возникает ощущение, что жизнь вас мучает, да или нет? Если мы насильно затолкаем вас в рай, вы будете страдать. Откуда вы знаете, что вы еще не в раю? У вас есть какие-то доказательства? У вас на руках есть доказательства, что это не рай? Тогда что? Из-за вашего нежелания даже небеса не привлекательны. Если вы делаете это с желанием, тогда это прекрасно. Только если вы все делаете охотно, вы становитесь доступными для благости. В противном случае вам нужно тяжело трудиться на каждом шагу. Это совсем не просто. Комфорт и удобство пришли к нам благодаря тому, что мы научились обустраивать окружающий нас мир. однако мы не достигнем благополучия, обустраивая мир вокруг. Если обустроить окружающую среду определенным образом, она станет комфортной и удобной. Но благополучие придет к вам только в том случае, если вы преобразите себя и никак иначе. что бы вы ни делали с окружающим миром, вы никогда не сделаете его на 100% таким, как вы хотите. Ничто в вашей жизни не происходит на 100% так, как вы этого хотите. Что-то происходит по-вашему, что-то происходит по-моему. Это ничего. Мир не такой, каким вы хотите его видеть. И ни один человек не может соответствовать вашим желаниям на 100%. Ваши родители, ваши дети, ваш супруг, ваши друзья, ваш партнер, кто-нибудь из них соответствует вашим желаниям на 100%. Хоть один человек. Даже о вашей собаке нельзя так сказать. В наши дни они делают то, что хотят. Если никто не поступает по-вашему, это не проблема. Проблема в том, что вы сами функционируете не так, как хотели бы. Если бы вы на 100% соответствовали своим желаниям, какими бы вы себя сделали? Счастливыми или несчастными? Абсолютно счастливыми, не так ли? Вы бы испытывали настолько приятные переживания, насколько это возможно. Следовательно, проблема в данный момент заключается в том, что вы не соответствуете своим желаниям. Или другими словами, ваше благополучие случайно. Если все внутри вас происходит случайным образом, то вы потенциальная катастрофа. Начнем с того, что вы называете собой. Когда вы говорите «я», что вы называете этим словом? Вы же не имеете в виду ваш дом, машину, одежду. Когда вы говорите «я», вы говорите вот об этом. Если все в вашей жизни происходит так, как вы хотите, за исключением вот этого, тогда вы страдаете. Какой бы деятельностью вы ни занимались, для чего вы занимаетесь? Бизнесом? Создаете семью? Строите карьеру? Что бы вы ни делали? Почему вы все это делаете? Идете ли вы в храм или в бар? Вы делаете это потому, что стремитесь к своему благополучию. Кто-то идёт в храм, потому что считает, что там он найдёт своё благополучие, кто-то идёт в бар, потому что считает, что он найдёт своё благополучие там. Они ищут одного и того же. Оба ищут что-то приятное. Некоторые люди хотят попасть в рай. Почему? Потому что в рекламе всегда говорилось, что рай — это очень приятное место. Если бы вам сказали, что рай — место неприятное, вы бы захотели туда попасть? Что бы вы ни делали, хотите ли вы быть здесь или оказаться в раю, вы по-прежнему находитесь в поисках приятного. Это всё хорошо, но как я могу приятно себя чувствовать? Вы видели мою тёщу, вы видели моего начальника? Я всё это видел. Если внешние ситуации становятся неприятными, разве не становится ещё более важным, чтобы внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Если по какой-то причине внешние обстоятельства становятся неприятными, не становится ли ещё более важным, чтобы внутри вы испытывали приятные ощущения? Потому что приятные ощущения, приходящие извне, зависят от многих факторов. Иногда у вас получается их совместить, иногда нет. Но для того, чтобы испытывать приятные переживания внутри себя необходимо лишь одно — вы сами. Этот единственный человек должен соответствовать вашим желаниям. окружающий мир не обязательно будет вам способствовать. Готовы ли вы посодействовать своему собственному благополучию? За все прожитые годы вашей жизни, сколько из вас провели хотя бы одни сутки в состоянии абсолютного блаженства? Было ли такое, чтобы за одни сутки вы не испытали ни одного мгновения тревоги, раздражения, гнева, беспокойства, и вы прожили 24 часа в полном блаженстве? Очень и очень немногие могут ответить на этот вопрос утвердительно. Если один день в вашей жизни пошел не так, это можно понять. Но если ни один день не прошел так, как вы этого хотели, что-то основополагающее в вашей жизни идет не так. Если ни одни сутки в вашей жизни не прошли так, как вы бы этого хотели, что-то основополагающее идет не так. Это происходит потому, что наша жизнь функционирует по воле случая, мы используем этот человеческий механизм, ничего в нем не понимая. Например, если бы вы сели в автомобиль и не зная, что это за три педали, нажимали бы их, когда вам вздумается. Представляете, с какими рывками вы бы ехали? Именно это сейчас и происходит. Дело не в том, что в своей жизни вы не знали умиротворения, радости, блаженства или восторга. Проблема в том, что эти состояния неустойчивы, не так ли? Ваше благополучие происходит рывками. Сейчас вы чудесные, следующее мгновение неприятные, вот вы прекрасные, тут же некрасивые, вот вы радостные, а что произойдет в следующее мгновение, даже представить сложно. Именно так все и происходит. Насколько радостными вы были в возрасте пяти лет? И насколько вы радостны сейчас? Сколько радостных моментов вы переживаете в день? Их количество увеличилось или уменьшилось? Уменьшилось. Когда вам было пять лет, вы ничего не решали в своей жизни. Вам приходилось делать все, что вам говорили взрослые. Сейчас вы живете как хотите, и все, что вы делаете, вы делаете только из стремления к благополучию и радости. Но радости становится все меньше. Не значит ли это, что в вашей жизни что-то основополагающее пошло не так? Сейчас ваше внутреннее благополучие все еще требует толчка для запуска. Если бы вы управляли им осознанно, вы бы создавали свою жизнь такой, как вы хотите. Самый важный технологический процесс, который нам нужен, состоит в том, чтобы, прежде чем начать конструировать окружающий мир, вы начали управлять собой так, как вы хотите. Если вы родились человеком, то одного выживания уже недостаточно. Просто есть, спать, размножаться и однажды умереть для человека почему-то недостаточно. Будь вы каким-то другим живым существом, все было бы просто. Сытый желобок — нет проблем. Но когда вы стали человеком, все изменилось. Пустой желобок — только одна проблема, полный желобок — сотни проблем. Ваша жизнь начинается только после того, как решен вопрос выживания. Сейчас вы человек, и вы постоянно стремитесь к чему-то большему, к чувству удовлетворения, к тому, чтобы преодолеть границы. Но сейчас, к чему бы вы ни стремились, самое главное — чтобы вы взяли собственные переживания в свои руки. Когда вам было пять лет, у вас было вот такое лицо, оно сияло. Постепенно многие лица начинают вытягиваться. Встаньте на любой оживленной улице своего города. Каждую минуту мимо вас будут проноситься сотни людей. Многие из них за рулем автомобиля своей мечты. Но сколько радостных лиц вы увидите? У людей старше тридцати лица обычно вытянутые. Почему? Для большинства из них жизнь сложилась гораздо лучше, чем они могли себе представить. Для большинства из вас жизнь сложилась лучше, чем вы могли мечтать. Определенно вы живете лучше, чем ваши отцы и дедушки, с материальной точки зрения. Разве в материальном плане вы живете не лучше, чем ваши родители, дедушки и бабушки. Значит, дело не в том, что в вашей жизни что-то идет не так. Но, тем не менее, лица все равно вытягиваются. Почему? Если в поисках счастья вы будете пытаться перестроить весь мир, этому не будет конца. Но если вы сделаете разворот, то все уже прямо здесь. Потому что основа ваших переживаний находится внутри вас. Будем учиться тому, как совершить такой разворот. Это простой метод, простая технология для того, чтобы обратиться внутрь себя. Если вы обратитесь внутрь и возьмете под контроль основу или источник своих переживаний, разве после этого нужно будет говорить вам «Выбирайте радость, не выбирайте несчастье». Вам понадобится такое писание? Понадобится такое учение? Будь у вас выбор, вы бы выбрали для себя приятное ощущение. В этом нет никаких сомнений. Проблема сейчас в том, что вы потеряли возможность выбирать. Почему так произошло, что вы не можете выбирать? Просто потому, что вы пытаетесь управлять этой системой, не понимая даже ее основ. То, что происходит внутри вас, не должно происходить по воле случая. Оно должно происходить согласно вашим намерениям, а не случайно. Мы прибегаем к помощи различных вероучений лишь потому, что жизнь человека происходит по воле случая. Это не философия. Это не учение. Это технология. Вам нужно лишь научиться ее использовать. Если вы не научитесь ей пользоваться, то работать она не будет. Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов, она уже не сможет понять, чего же вы все-таки хотите. Дайте ясно понять всему, что сейчас работает здесь, что вы на сто процентов «да» для жизни. Вы целиком погрузились в свою текущую ситуацию. Даже не в настоящее. Большинство людей погружены в свои ситуации из прошлого. Что-то, что произошло десять лет назад, все еще жужжит на фоне. Скука определенно не является экзистенциальным аспектом. Скука — это психологический процесс. Все зависит от того, что вы делаете здесь. Если в вашей голове происходят всякие глупости, вам будет скучно. Если вы будете сидеть здесь и думать о чем-то замечательном, вы будете воодушевлены. Так что скука — это психологический процесс. Это ваша собственная драма. Существуют разные способы отвлечься. Мы называем их работой, шоппингом, иными социальными обязательствами. Людям никуда не деться от вашей драмы. Я знаю, что вы не можете закончить свою драму. Но, знаете, все телеканалы довольно часто делают перерыв. Не перерыв на туалет. Рекламную паузу. У них постоянно происходят перерывы. Каждые несколько минут. Просто устраивайте такие перерывы в своей драме. Просто останавливайте ее каждые несколько минут. Каждые десять минут — две минуты перерыва. Вы сделаете с собой нечто потрясающее. Ну как? Как? Просто перестаньте совершать действия. Если я попрошу вас сделать что-то, вы можете спросить меня, как? Если я прошу вас ничего не делать, а вы спрашиваете меня, как? Как ничего не делать? Что ж, ничего не является чем-то. Этому нельзя обучить. Ничего означает просто ничего. Как этому научить? Свяжите себе руки и сидите. Так это не сработает. Ничего не делать означает лишь вот что. Вы просто не вовлекаетесь в то, что происходит вокруг вас. Вы изымаете свое вовлечение из того, что происходит вокруг вас. Вокруг включает вашу физиологическую и психологическую активность. И физиологическая, и психологическая драма — это то, что вы набрали извне. Так что это тоже происходит вокруг вас. Просто перестаньте принимать в этом участие. Ваше тело говорит то, что говорит. Вы просто сидите. Ум говорит то, что говорит. Просто не вовлекайтесь в это. Просто перестаньте бегать за какой-то особой мыслью, которая кажется вам стоящей. Не пытайтесь избежать того, что вы считаете плохим, и не думайте, что вы проведете это время с пользой, позволяя своему уму делать свою работу. Нет. Вы не можете придумать новую возможность. Вы можете придумать то, как улучшить что-то, что уже есть. Но нельзя выдумать что-то абсолютно новое. Об этом не может быть речи. Если вы не погрязли в своей собственной текущей ситуации, для вас станут видимы новые возможности. Они существуют всегда. Вы увидите новые измерения жизни. Не потому что вы ищите их. Как вы можете искать то, что вы даже не можете себе представить? Если вы не запутаны в своей текущей ситуации, для вас станут видимы новые возможности. Они существуют всегда. Сейчас они невидимы. Потому что вы целиком погрузились в свою текущую ситуацию. Даже не в настоящее. Большинство людей погружены в свои ситуации из прошлого. Что-то, что произошло десять лет назад, все еще жужжит на фоне. Вы могли бы устраивать все это, если бы у вас был миллион лет жизни. Даже если вы проживете полную жизнь. Жизнь очень коротка. И вокруг вас такое невероятно сложное и многогранное мироздание. А вам скучно. Это невероятно. Если вы уделите внимание одному листу. Всего одному листику с дерева. Вы можете потратить годы, разглядывая его. Настолько лист сложный и утонченный. Есть муравьи, насекомые, птицы, животные. Целый феномен жизни. Простор неба. Если вы взаимодействуете с чем-то экзистенциальным. Если вы взаимодействуете с измерениями, которые являются экзистенциально истинными. Тогда скуки нет места. Потому что этот феномен слишком невероятен. Из-за того, что вы занимаетесь всякими глупостями в своей голове, вы вовлечены только в это. И вам становится скучно. Не думайте, что вы заскучали из-за жизни или из-за людей вокруг. Вам скучно от своей собственной ерунды. Вам скучно от того, что происходит у вас внутри. Вы даже не знаете, что происходит вокруг вас. Вы не знаете. Многие скажут, «Да что же это такое? Мы тут так страдаем. Разве можно так говорить?» Вы должны определиться. Если вам нужно утешение, вам нужно отправиться туда, где вам будут говорить приятные вещи. Это не имеет значения. За этим ничего не стоит. Это не имеет никакого отношения к реальности. Но они будут говорить вам приятные вещи. Чтобы сегодня вам хорошо спалось. Но завтра у вас появится новый вопрос и новая проблема. И они расскажут вам новую историю. Это как сказки на ночь. Если вы соберете все детские сказки на ночь, из этого можно будет создать религию. Вы хотите решения. Если вы хотите решения, первое и самое главное, что вам необходимо понять, в чем природа проблемы и где она. Если вы пойдете на прием к врачу, он будет трогать вас здесь, здесь, стыкнет туда, сюда. Что он пытается сделать? Он пытается найти, в чем проблема. Можно найти отвлечение, как средство от скуки, по телевизору или в интернете. Или можно вести себя словно научный работник, вычитывая каждую малейшую деталь и сводя себя с ума в ближайшие несколько дней. Но вы не научный работник. Либо вы можете читать философские книги, писания или говорить обо всем этом. Тело на самом деле иллюзорно, главное — это душа. В любом случае она отправится в поисках своего источника и найдет его. Скука означает, что в некоторой степени вы ищете смерти. В какой-то степени вы говорите, что жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Вот что такое скука. Нет, не так. Мне всего лишь стало скучно на десять минут. Да, в эти десять минут вы в поиске. Вам необходимо понять. Это тело, весь механизм построен таким образом. Ваше сознание, то, как вы думаете, чувствуете и как смотрите на жизнь — все это послание, которое идет ко всей структуре. Насколько крепкой, цельной, чувствительной и какую возможность она будет представлять, зависит только от того, какое послание идет к этому в каждое мгновение жизни. Потому что все это управляется определенным программным обеспечением. И если вы плохой разработчик программ, тогда за день вам бывает скучно по пять раз. И каждый раз длится десять минут. В эти десять минут вы говорите, жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Сообщение отправлено. Повсюду. И жизнь, физическая жизнь, которой вы являетесь, приходит в замешательство. И одно из этих сообщений может пригласить вирус. Он же хочет умереть. Почему бы тебе не помочь? Или может еще что похуже. Очень многие люди постоянно создают такое. У них нет одного большого «да» жизни. Вы должны стать стопроцентным «да» жизни. Когда вы говорите «мне скучно», вы говорите «нет» жизни. Когда вы злитесь, вы говорите «нет» жизни. Когда вы чувствуете уныние, вы говорите «нет» жизни. Когда у вас депрессия, вы говорите «нет» жизни. Когда вы отчаиваетесь, вы говорите «нет» жизни. Чтобы вы могли отложить эту сторону. Вы можете отложить это тело и ментальный механизм в сторону. Использовать их как платформы, чтобы искать большие возможности жизни. Но сейчас «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Это само по себе становится проблемой на всю жизнь. Активность тела и чепуха ума занимают людей на всю их жизнь. Да, жизни на все сто процентов. Потому что так вам откроются возможности жизни. Иначе «да», «нет», «да», «нет». Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Потому что она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов она уже не сможет понять, чего же вы все-таки хотите. Дайте ясно понять всему, что сейчас работает здесь, что вы на сто процентов «да» для жизни. «Но мне скучно». Они не жалуются, но, должно быть, страдают. Если вам скучно, я уверен, вы выражаете это во всем. Вам не нравится еда, вам не нравится то, это. Вы будете кричать, стонать и делать разные глупости. Должно быть те, кто рядом с вами страдают, потому что вы не знаете, как справиться со своей глупой драмой. Пришло время решить проблему. Делайте рекламную паузу раз в десять минут. Каждые десять минут — перерыв на две минуты. Или, если это слишком часто для вас, делайте перерыв на пять-десять минут каждый час. Не вовлекайтесь ни во что, ни во внешний мир, ни в тело, ни в ум. Мир может продолжать говорить, что хочет. Что бы вы ни думали, воробьи и павлины говорят, что хотят. Пусть. Это не значит игнорировать. Уделяйте абсолютное внимание, но не вовлекайтесь. То же самое касается тела. Дыхание, сердцебиение — это не какие-то пустяки. Вообще-то это называют признаками жизни. С их помощью врач определяет, живы вы или нет. Ваше сердце бьется, происходит вдох и выдох. Как можно игнорировать это? Вы не должны игнорировать. Уделяйте внимание, но отстранившись. Будьте внимательны. Будьте очень внимательны, но не вовлечены. То же самое с мыслительным процессом и эмоциями. Оставайтесь очень внимательными, но не вовлекайтесь. Тело, ум, мир. Боди-майн-урулд, я называю это БМВ. Выйдите из своей БМВ и уделяйте ей невероятное внимание. 5-10 минут, каждый час. И вы увидите, начнет происходить что-то чудесное. Все ваше существо расцветет, а это самое главное. Каждая жизнь стремится к этому. Каждая частичка жизни на этой планете жаждет стать полноценной жизнью. Проблема человека в том, что мы знаем, каким должна быть полноценная кокосовая пальма. Каким должно быть полноценное дерево манго. Мы даже знаем, каким должен быть полноценный павлин. Но мы не знаем, что значит быть полноценным человеком. Пришло время исследовать это. Если ваш приоритет — сделать так, чтобы эта жизнь развивалась до высшей возможности, тогда вы должны быть осознанными. Если вы хотите прожить эту жизнь кое-как и уйти, тогда ладно. Чего бы вы ни касались, постоянно происходит взаимодействие и запоминание. Это должно быть осознанным процессом. Если это компульсивный процесс, то вы заплатите за это свою цену. Не то, чтобы это был грех. Вопрос в том, что для вас является приоритетом в жизни. Есть психологическая целостность, есть эмоциональная целостность, но есть также биологическая целостность. Целостность не означает моральные правила. Целостность означает, что вы создаете такую ситуацию, которая будет работать для вас наилучшим образом. Когда мы говорим о целостности, предположим, я говорю, что в моем теле существует определенная целостность. Это означает, что оно обладает силой и устойчивостью ко многим вещам. Это не означает каких-то моральных ограничений для меня. Я хочу, чтобы вы понимали слово «целостность» именно в этом контексте. Мы говорим о целостности с точки зрения силы этой жизни. Ты помнишь, как выглядела твоя прапрапрапрабабушка, которая жила десять поколений назад? Помнишь? Нет? Ну вот ее нос, прямо на твоем лице. Тело помнит ваших предков, которые жили миллион лет назад. То, что вы называете своим телом, это куча из воспоминаний. Это же память. Присутствует эволюционная память. Делай, что хочешь, но она никогда не запутается. Психически ты можешь измениться, но в теле присутствует настолько глубокая память. Все твое тело — это, по сути, определенная целостность памяти. Если оно потеряет эту целостность памяти, то ты увидишь, что оно станет уязвимым для многих вещей. Природа тела такова, что все, к чему вы прикасаетесь с определенным уровнем увлечения, естественным образом впитывает в себя память об этом. Не умственно. Оно впитывает эту память физически. Сидите вы или стоите, чего бы вы ни касались. Постоянно происходит взаимодействие и запоминание. Потому что смысл в том, чтобы сохранить целостность памяти вашего тела таким образом, чтобы оно не стало уязвимым каким-то вещам, чтобы вы были очень целостной жизнью. Если вы хотите взрастить себя так, чтобы быть определенной возможностью, тогда вам нужно поддерживать целостность памяти. Вы сокращаете свою физическую память до минимума. Сексуальное взаимодействие передает огромное количество памяти от одного человека к другому. Люди всегда видели преимущество в том, чтобы свести количество этой памяти к минимуму. Если вы сделаете эту память очень сложной, то увидите, что через какое-то время вам станет очень трудно просто испытывать расслабление и легкость. В жизни будет присутствовать удовольствие, но в ней не будет радости. Вы сами можете понаблюдать за людьми. В их жизни будет удовольствие. Они могут смеяться все время. Если вы посмотрите на них, то увидите, что в них нет радости, нет легкости. Потому что легкость пропадет из-за чрезмерной памяти. Это касается не только сексуальности. Есть много других аспектов, с которыми вы поступаете также. В определенный момент, когда чувствуешь близость к кому-то, ты обнимаешь этого человека. Все время нужно прикасаться к другим людям. Современные психиатры анализируют такие вещи и говорят, что это от того, что люди не были в достаточном физическом контакте со своими матерями и родителями в раннем возрасте. Когда они вырастают, они постоянно хотят касаться другого человека. То, сколько физического контакта было с ребенком, когда он родился, окажет серьезное влияние на его жизнь. Это определит, как много физического контакта ему потребуется в дальнейшей жизни. Память о том, что младенец берет от матери за это время. До тех пор, пока ребенку не исполнится четыре с половиной года, во многих отношениях, с точки зрения энергии, он не отдельная жизнь. Он все еще связан с телом матери. Если бы люди следовали природе, то они бы пили молоко матери и находились в контакте с ней до четырех с половиной лет. Таков был бы естественный процесс. Так что энергия не созревает. Чем больше памяти вы получаете в это время от вашей матери, тем сильнее и крепче становитесь. Но как только ребенок начинает отделяться и становится личностью, его жизнь самоорганизуется. Ты все еще можешь эмоционально считать «это мой ребенок». Но с точки зрения жизни он стал чем-то совершенно отдельным. Циклы Луны и циклы нашего тела очень тесно связаны. Таким образом, полный жизненный цикл насчитывает тысяча восемь циклов Луны, что составляет примерно 83-84 года. Так что если кто-то пересекает черту в 84 года, это считается полной жизнью. Первая четверть жизни – это единственное время, когда присутствуют родственные связи. После этого ребенок должен продвигаться. Потому что с точки зрения энергии связать эти две жизни уже невозможно. И если вы не создали достаточной целостности в себе, тогда желание другого тела умножается. Несмотря на то, что гормональный пик может быть выше между 15 и 20 годами, после 21 года желание сблизиться и объединиться с кем-то возрастает. Вы как спутник, который отсоединился от станции. Вы оторвались от материнской платы. Теперь вы хотите к чему-то прикрепиться, если только не обретете достаточное количество целостности. Вот почему между 12 и 18 годами очень важно укрепить тело, чтобы вы не начинали отчаянно привязываться к чему-то или к кому-то. Если вы хотите найти партнера, это должен быть осознанный процесс. Если это компульсивный процесс, то вы заплатите за это свою цену. Это не вопрос морали, не то чтобы это был грех. Вопрос в том, что для вас является приоритетом жизни. Если ваш приоритет не сделать так, чтобы эта жизнь развилась до высшей возможности, тогда вы должны быть осознанными. Если вы хотите прожить эту жизнь кое-как и уйти, тогда ладно. Спасибо за субтитры!